Уважаемые друзья, коллеги, приветствую всех вас в нашей стране, столице, очень рад видеть всех вас. В этом году мы отмечаем 30-летие ОТКБ, у нас фактически двойной юбилей. Первый это подписание договора о коллективной безопасности, второй 20-летие создания организации договора о коллективной безопасности. И это очень важный для нас юбилей. И как мы неоднократно об этом говорили, это очень хороший повод подвести некие итоги и проанализировать наши достижения, какие-то недостатки, чем и как мы можем сделать более эффективным нашу организацию. И в этом контексте, конечно же, роль Совета парламентской ассамблеи невозможно преувеличить, потому что это фактически та политическая платформа, где эти все идеи должны обсуждаться. Парламентский формат, я думаю, что создает более широкие возможности для этого. Последний раз мы в этом формате встречались в 2019 году. После 2019 произошли очень большие изменения в мире. Это связано и с пандемией COVID, и, конечно же, в нашем регионе и в общем целом в мире ситуация довольно-таки напряжена. Я думаю, что это тоже очень важная площадка, что мы как бы сумели делиться нашими видениями на будущее и, конечно же, попробовать сделать механизмы УДКБ более эффективными для реагирования на кризисные ситуации. Это одна из тем, которая очень важна и для нашей страны, и в целом для организации. И мы объявили эту тему как председательствующая страна, как один из приоритетов нашего председательства. И надеюсь, что во время течения председательства нам удастся по этому вопросу прийти к конкретным решениям. Еще раз приветствую всех вас и уверен и желаю успешного заседания и эффективных дебатов. Спасибо большое. Уважаемый Николай Ваваевич, спасибо, что нашли время в вашем вотном графике для встреч с парламентской ассамблеей УДКБ, с ее советом. У нас первое очное заседание совета парламентской ассамблеи УДКБ. Так же, как мы практически последний раз предпандемийный год собирали в 2019 году, как раз было начало пандемии, здесь же с вами только в другом зале. Поэтому для нас важно, что мы продолжаем работу. Сегодня, используя возможности, в этой связи хочется сказать слово благодарности армянской стороне, нашим коллегам за гостеприимство. Все это дает нам возможность не только обрадоваться встречей, пообщаться, но самое главное выработать решения в рамках формата парламентского, развивая отношения между нашими странами. Парламентская ассамблея УДКБ позволяет нам заниматься вопросами гармонизации законодательства, выработкой модельных законов. За время работы ассамблеи принято 72 закона. И надо сказать, что мы не только находим точки соприкосновения, а все решения принимаются только консенсусом. Когда мы говорим о гармонизации законодательства, это, конечно, в первую очередь вопросы, связанные борьбой с терроризмом, экстремизмом. Это вопросы военно-политического сотрудничества, это вопросы регулирования миротворческих сил, ну и многие другие темы, которые лежат в плоскости организации договора коллективной безопасности. Для нас эта встреча крайне важна, учитывая, что Армения председательствовала в УДКБ, и, соответственно, мы всегда начинаем свою работу с подведения итогов председательства той страны, которая возглавляет УДКБ. Субтитры создавал DimaTorzok